друзья всем привет из одессы и как вы видите в одессе заработал гончаренко центр но об этом в конце а сейчас поговорим о гирки не стрелкове ну конечно это подонок и негодяй это понятно но это подонок и негодяй у которого что-то есть в голове и он рассказывает правду о том что происходит в россии какой там полный развал совершенно всего ну и говорит правду о том что собственно говоря путин и все его окружение это варьё которая все варьё и гидонисты и негодяи в общем я думаю что стрелкова гиркина скоро посадят если не в российскую тюрьму то в украинскую если не в украинскую то нидерландскую это для него наверное идеальный вариант но боюсь он пойдет по варианту худшему сейчас обо всем подробнее вы подписывайтесь на канал чтобы ничего не пропустить нас больше 600 тысяч мы настоящая армия на информационном фронте и так гиркин стрелков дал пресс-конференцию который сказал много-много друзья интересного ну вот во первых он сказал что россии правят варьё негодяи и гидонисты послушайте его то совокупность балласта гнусного варья идиотов и некомпетентных гидонистов которые у нас находятся во власти победить может только саму себя но это в каждое слово правда другое дело что за это наверное за ним уже выехал черный ворону и сейчас посмотрим чем это для него закончится но сказал он конечно каждое слово правда и правды и под этим можно только подписаться еще он сказал что проигрывает вооруженные силы украины получают отличное оружие и сберите большие проблемы послушайте где у нас не самый лучший этап через какое-то время очень скоро противник получит значительное численное превосходство как числе личного состава так и в количестве частей соединений которыми он располагает боеспособных над нашими вооруженными силами и приданными частями но он еще не совсем потерял свои мозги в отличие от вот этой братья путина и шойгу потому что в это же время шагу говорит следующее ходе спецоперации наши военнослужащие проявляют мужество и отвагу счастье исполняет свой воинский долг обеспечивает безопасность населения донбасса российские вооруженные силы продолжит выполнять все задачи поставлены верховным главнокомандующим вот так вот побеждаем все идет по плану бла 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 и еще три раза бла 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 а на самом деле полный провал это видимо план терять тысячи своих солдат не терять сотни единиц техники полностью везде получать по заднице терять свой флагманский корабль но это видимо такой вот план ну да значит послушали послушали и пошли дальше гиркин на этом не останавливается и он говорит о конкретных уже фокапах и о конкретных операциях так он вспомнил бучу и послушайте что он сказал откуда мы узнали о резне в буче из украинских сми откуда мы узнали что буча оставлено 4 дня как назад из наших сми после того как украинские сми рассказали нам что буча окажется нами оставлен я специально просмотрел все сводки от коношенкова за те дни вот взял просто подряд и пустил обычно его не смотрю ну так вот не сдачи бучи не сдачи бородянки не об отступлении вообще с киевского направления как на правом берегу днепра так и на берегу днепра коношенков не сказал ни одного слова он сообщал о мифических уничтоженных самолетах но там часть не мифическая но судя по количеству знаете как по крайней мере сильно преувеличены да то есть сообщала в количестве пораженных объектов и даже в день когда наши войска отступали из-под киева сообщу что на одном из направлений российские войска продвинулись на 8 километров но тоже правда сбежали из бучи но буча же там рассказывает путин же вручился четвертой бригаде звание гвардейской как же так как бежали или гвардейцы или такие гвардейцы в общем у путина такие гвардейцы убийцы насильники еще и трусы и здесь гиркин тоже прав ну и вишенка на торте то что он сказал о приднестровье что никакой операции серьезной приднестровье быть не может за россии нечем после потери москвы россии нечем туда перебросить даже десант самолеты собьют флота нет послушайте его и потопление простите москвы высадить десант это уже невозможно десант приведет того что будет расстрелян еще в море они противник установил серию противокорабельных комплексов там на многих идет комплексах из румынии румынская чвк вдруг приехала с американской техникой соответственно которую явно обслуживают не румыне и теперь десантом извините не высадить друзья ну вы знаете и когда у человека что-то есть в голове она пробивается даже если он подонок и негодяй как гиркин поэтому вот интересная его пресс-конференция посмотрим что дальше собственно говоря будет с ним вы знаете что ну царь то рассказывает что все хорошо вообще интересно в истории россии всегда когда царь руководил операциями и войнами все заканчивалось очень плохо в этот раз будет точно так же друзья и с чем я вас и приветствую ну и хочу вам сообщить что в одессе заработал гончаренко центр посмотрите на эту красоту в издательстве черноморья все одесситы знают этот адрес возле дома мебели заработал гончаренко центр он уже очень активно работает собирает гуманитарную помощь сейчас в первую очередь николаев но и нашим вооруженным силам украины мы все делаем для того чтобы им помочь каждый день грузим воду в николаев собираем на передаем буквально завтра везу новый автомобиль одной из наших бригад которые в этом нуждаются и уже на подходе следующие автомобили в общем друзья мы активно работаем и вы присоединяйтесь к этой работе это все мы делаем вместе вместе с вами с нашими патронами каждый может сделать свой вклад а мы будем делать свой и тогда у нас будут получаться такие крутые вещи как те которые мы делаем здесь у нас вы знаете в нашей семье гончаренко центров конечно есть свои потери как у всех на этой войне центр в дергачах поврежден и не работает это под харьковом центр в олешках вместе с элешками пока оккупирован временно это наша херсонщина три центра на донбассе константинов подромандорск лиман вот лиман работал до последнего дня но там сейчас прямо в предместях лимана поэтому они остановили свою работу хотя константиновка работает онлайн вот но как вы видите у нас не только потери друзья но и приобретение гончаренко центр в одессе давно об этом мечтал в родной моей любимой одессе в родном любимом городе в нашей жемчужине у моря в городе герои нашей украинской одессе друзья держим строй обязательно победим